Вот хорошо бы кафе назвать тогда у сосны лучше всего, да, и может быть появилась бы какая-нибудь новая традиция, загадывать желание. Одинокая сосна, но с богатой историей. Дерево на улице Димитрово – наследие знаменитой Дунькиной рощи. Трудно представить, но в середине 19 века здесь был огромный сосновый лес, пока Барнаул не начал разрастаться. В результате, к концу 19 столетия в центре города остался небольшой сосновый оазис, который стремительно оброс городскими легендами. Жила была такая девушка Дуня, и по словам краеведов, она была девушкой легкого поведения и изразила сифилисом солдат, за что те, собственно, ее и убили. Прямо на этом месте. Отсюда и появилось название Дунькина роща. Но доподлинно это неизвестно, это всего лишь городская легенда. Есть, конечно, и более романтичная версия. Полицейская хроника начала прошлого столетия гласит, что в этой роще повесилась от несчастной любви девушка Евдокия. Отсюда и название. Изначально это было неофициальное название. На картах даже еще начала 20 века можно видеть название городская роща. Но уже в документах, например, в Барнаульской городской думе, и уж тем более в газетных статьях жизни Алтая, эту рощу уже называют Дунькиной. Несмотря на трагический след, в роще проводили праздники. Это было любимое место отдыха молодежи и детей. Но со временем рука человека не пощадила зеленые насаждения. Постепенно Дунькина роща все редела и редела. И смертельный удар ей был нанесен во время Великой Отечественной войны. Ее вырубили на дрова. Но самое главное, в роще проводились военные учения. По рытью окопов, по метанию гранат, возможно, какие-то стрельбы. И вот во время этих учений корни сосен были подкопаны и сосны стали высыхать. На месте Дунькиной рощи сегодня кампус политеха и медуниверситет. Последний островок зелени исчез в месте застройка Обского бульвара и Первой горбольницы. Осталось всего пару сосен, и сегодня барнаульцы боятся за их жизнь. Живем здесь очень близко, на Комсомольском проспекте. И каждый раз, проходя на работу, я любовалась этой сосной и все время боялась, что в один непрекрасный момент ее спилят. Потому что здесь постоянно велась стройка, была угроза. Но вот каким-то чудом сосна сохранилась. От Дунькиной рощи вам что-то говорит? Нет. На этом месте раньше был целый сосновый бор. Ничего вообще не слышали? Нет, я здесь не жила. В городе сейчас от Дунькиной рощи осталось всего две сосны. Да, да. Одна вот за политехом, другая перед, собственно, перед нами. Вот не грустно? Да, конечно, грустно. Но, с другой стороны, ну, это же урбанизация, это же какой-никакой прогресс. Краеведы и просто неравнодушные жители признают, сосновую рощу в своем первозданном виде уже не вернуть. Но можно высаживать как можно больше зелени в центре города. Одинокую сосну на Димитрово, говорят жители, хорошо бы объявить памятником природы. Политина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.